фото карточки то что надо и декорации актуальные и боевой листок тут очень даже причем на снимках заря третьего рейха в москве кадры из самого популярного мюзикла в российской столице сейчас кабаре время действия начала 30 20 века место действия берлин из рецензий очень поучительно наблюдать как весело германия встает с колен 1933 кабаре в театре наций все узнаваемо и узнаваемо настолько что сентябрьское интервью с актрисой александрой урсуляк который играет в мюзикле главную роль свободолюбивую отчаянную американку салли боус так вот это интервью сопровождается титром мнение редакции может не совпадать с мнением героя кстати героя с оппозиционным прошлым вот смотрите это александра урсуляк 2011 году и сегодня сентябре 2024 она по-прежнему в москве о том кому конкретно и для чего именно сейчас нужно все это кабары чтобы нормальному человеку со своими изъянами со своими несовершенствами с несовершенством этого мира прийти на этот спектакль и увидеть все это и понять что ты не один черт подери во всем этом боевой листок за сентябрь 2024 про жителей смелой россии настоящего и про то что черт подери ты такой не один все это народное видео из телеграм-канала антивоенного движения зеленая лента стандартные подъезды обычные жители многоквартирных домов и их таких обычных все больше 49 процентов россиян поддержали бы завершение с в о без достижения ее целей ну иначе говоря число россиян выступающих за окончание войны достигла исторического максимума это результаты опроса ко второй годовщине мобилизации абсолютно никак независимый от государства исследовательский проект хроники провел телефонный опрос среди взрослого населения россии вперед с 10 по 17 сентября 24 года все данные можно изучить тут на сайте проекта хроники ближе к финалу сентябрьского исследования есть один интересный момент среди прочих был задан вопрос одни относятся к россиянам которые уклоняются от участия в спецоперации с осуждением другие относятся к ним с пониманием какая позиция ближе вам результат осуждают уклонистов 27 процентов а понимают 51 процент респондентов создатель проекта хроники алексей меняйло политический активист участвовал в митингах не один месяц провел в сизо вместе с женой лизой и сыном глебом живет в москве в сентябре стал героем нового выпуска скажи гордеевый ты оставаясь в россии занимаешь антивоенную позицию занимаешься социологии занимаешься фиксированием времени но при этом ты не прячешь свой голос не прячешь свои глаза родители конечно меня волнуются чудовищно но они понимают что если я откажусь от этого то я просто буду жить не свою жизнь и но опять-таки папа из запорожья у меня родные в подвалах сидели в первые дни войны мы с ними переписывались телеграм-канал алексей меняйло несколько дней в сентябре 13 друзья автор открыток для политзаключенных собирает совсем немного денег на печать поддержите кто может 16 сентября приходите на нашу встречу с подписанием открыток политзаключенным в москве 18 сентября есть такой политзек сережа командиров у него четыре статьи за слова он ценитель кофе и мы решили отправить ему хорошего кофе воронку для заваривания и фильтры по своему опыту в сизо знаю такие вещи очень помогают кто может закиньте 100 200 500 рублей сбор закрыт сережа командиров получил и кофе и фильтры так что да правда ты черт побери не один во всем этом или вот 13 сентября москва очередное заседание по делу врача педиатра надежды буяновой ее судят за фейки об армии якобы негативные якобы высказывания российских военнослужащих якобы при ребенке суд пришло много людей много коллег надежды федоровны для группы поддержки вносят дополнительную скамейку 24 сентября село шипунова алтайский край на суд к политзаключенной журналистки марии пономаренко приехала группа поддержки из новосибирска рубцовска барнаула даже когда нас видела у неё она улыбалась и это очень дорогого стоит мы поддержали человека были поленились мы приехали она очевидно было нас рада видеть человек который столько времени находится в изоляции очень важна поддержка письма люди на судах и так далее и так от имени группы поддержки выступил барнаульский поэт-пацифист артем сахаров из поста в его телеграм-канале я делаю для себя вывод что сейчас важнее всего сохранить себя себя как человека эмпатичного который находится в ладах с совестью и занимается чем-то значимым пусть даже в маленьких масштабах 19 сентября питер аплодисменты политзаключенной дарьи козыревой ей 18 лет и и судят за антивоенное граффити и за листок со стихами тараса шевченко который она наклеила на памятник украинскому поэту на сайте проекта медиазона онлайн-трансляция судебного заседания козырева встает со словами что она не признает вину но благодарна прокурору за то что тот зачитал ее антивоенную речь в зале смеются конец цитаты такая документальная пьеса в тридцать третьем году к власти пришли нацисты и развязали самую кровопролитную войну в истории человечества это финал спектакля кабаре весами документальная но основана на реальных событиях более чем реальных наши дни москва очень тяжело и трудно и найти какие-то смыслы непросто но я нахожу какую-то силу в людях и я спасаюсь просто общением с людьми которых много хороших людей много даже если очень туго вокруг сложные времена люди все равно не переводятся из рецензии на кабаре на выходе из театра нации после антифашистского спектакля утыкаешься взглядом фасад здания где расположена российское военно-историческое общество фасад украшен портретами военных отличившихся на войне с украиной большими буквами эти люди названы героями и еще новость культуры в которой не все так однозначно русский драм-театр в улан-удэ открыл новый сезон премьера драма с неожиданными поворотами время героев понятно каких по пьесе драматурга николая пинчука на выписку действие происходит в госпитале на донбассе бывших у друг русского драм-театра в улан-удэ сергей левицкий был уволен за антивоенные посты сейчас живет в казахстане основная часть трупы ушла вслед за ним а один из актеров артур шувалов порезал себе вены прямо во время спектакля в знак протеста выжил эмигрировал знаете ли вы что в россии были выборы уважаемый тип как такое возможно что результаты голосования были известны до закрытия избирательных участков я хочу знать секрет может быть тогда смогу выигрывать лотерея если буду знать результат спорта а тут 25 из 25 это юлия смирнова а вместе с ней не согласные наблюдатели и даже кандидаты в совет депутатов городского округа мытищи сразу после сентябрьских региональных выборов несколько дней подряд они проводили одиночные пикеты на городской площади а также отнесли в местную администрацию заявление где указали что избирательная кампания прошла с нарушениями бесчисленными телеграм-канал 7 на 7 региональная россия по итогам местных выборов в стране сто процентов назначенцев путина победили а единая россия взяла все что могла париж показал стопроцентную явку на выборах главы башкортостана в этой деревне живет 9 человек по данным переписи за последнее десятилетие число жителей этого парижа сократилось втрое телеграм-канал говорит не москва чп районного масштаба во время выборов на избирательном участке под рязанью в селе агропустынь уличный туалет рухнул вместе с членом комиссии женщина отделалась занозами на руках ладно бы выборы они редко но все остальное время здесь медпункт выразил обеспокоенность рязанский блогер в посте про здание избирательного участка с уличным туалетом точнее уже без а выборах все ну и какой может быть боевой листок без хабаровска и без зигмунда худякова на три минуты раньше выпустили нашего боевого товарища воскресенье 22 сентября время 19 46 по стране помолодел 66-летнего хабаровского активиста зигмунда худякова вновь задержали за пикет с плакатом пора прекратить это зло это было 30 августа а выпустили вот на 22 сентября в этом году зигмунд анатольевич уже пятый раз отсидел в сизо условия содержания новое весело было это тюрьма которая называется спецприемником почему-то там уже все ветхое и канализация практически не работает топит их подвал и вот у меня с 5 по 12 число воды не было вот представляете там сидим вот это сортир прямо в камере воды нету и мы задыхались просто от величия и от своего от путинского я не знаю что более такое ядреное пережили комары те же самые комментарии под этим видео ютюбе зигмунду респект хабаровск жив вы нашей честь и совесть и 28 сентября зигмунд анатольевич вновь вышел на площадь в майке с портретом бориса немцова не задержали в этот раз и конечно тихие протесты по всей стране которые все громче надпись на асфальте в поселке разумный белгородского района нет войне полиция уже ищет автора глава района пообещала отправить коммунальщиков чтобы закрасить надпись телеграм-канал движение весна антивоенная агитация ежедневно появляется на улицах городов нашей страны эти фотографии прислали из брянска и жевска московской области и соснового бора в ленинградской области это фотографии из санкт-петербурга нижнего новгорода и перми вот снова пермь а также кодинск москва питер путин военный преступник село лобанова пермский край и у памятника лисе украинки в москве продолжают появляться цветы в память о погибших в украине жителях люди гибнут каждый день что увидели вы как ваш регион борется за мир в украине и свободу в россии пишите нам комментируйте присылайте свои истории и до встречи через месяц в смелой россии настоящего